Всем привет! Привет-привет! Добро пожаловать на мой канал! Добро пожаловать на мой балкон! Раз мы на балконе, значит мы с вами поволтаем. Ну, все, наверное, уже знают, кто смотрит Таню, смотрит не только мой канал, но и канал моей дочери Татьяны, знают, что Татьяна собралась в Россию. Ну, долго мы обсуждали этот момент, как лететь, кому лететь, каким составом, надолго, на сколько. В общем, долго мы вынашивали эту идею, ну, я хочу сказать сразу, что я была против этой поездки. Ну, не то, что я вот прям, я против того, что ехать самой. Вот я сама точно, однозначно не собиралась и даже не думала об этом. Потому что, ну, сейчас уже, наверное, там все гневные комментарии уже там строчат, не дослушав до конца. Ну, есть ряд обстоятельств, по которым я не могу летать куда-либо надолго. Лететь в Россию на короткий срок нет смысла вообще. Ну, что я туда прилечу? Ну, поздороваюсь с сыновьями и их женами, и с внуком, и что, и все. Потому что за короткий срок что можно сделать? Побегать по магазинам в поселке, повстречаться со своими подружками, и, собственно, все. Поехать куда-то в Москву? Куда? Зачем? С какой целью? В зоопарк? Ну, не в том я возрасте, что в зоопарк ездить. Куда? На ВДНХ? ВДНХ пилить и пилить от нашего поселка на одну дорогу, мы там часа три убьем. Вот. Для меня вот эти перемещения с моими ногами, они, ну, достаточно проблематичны. Что еще? Ну, в цирк, ну, обойдусь я без цирка. По музеям походить? Ну, зачем? А ехать, ну, нет на этом ни сил никаких, ни времени. Почему нет времени? Потому что я не могу уезжать отсюда из Турции на долгий срок. Не могу. Потому что у меня животное, ну, если с кошкой еще проблем никаких нет, насыпал ей еды и поехал, кто-то пришел там еще раз в три дня, насыпал ей корма, то с собакой так невозможно поступить. С собакой нужно гулять регулярно два раза в день, утром и вечером. И вешать на кого-то своего пса на целые две недели я не хочу. Можно, конечно, было бы его сдать в гостиницу, отдать в гостиницу для животных. Но та, которая, я знаю, находится в Береке, до нее тоже ехать. И мне, если честно, не очень понравилось содержание там собак в последний раз, когда я там... Может быть, там что-то уже изменилось, может, там уже гостиницы-то не существует. Ну, я даже искать не собираюсь какие-то гостиницы, потому что, ну, Жосику уже 10 лет, он уже такой в возрасте. У него, знаете, проблемы были, оперировали его даже. В общем, нет, мне надо самой следить за ним и вообще... Ну, в общем, короче говоря, от слова нет. Я вот однозначно нет. Они хотели ехать, значит, и я сразу отказалась, я сразу отпала. Дальше, значит, там Ур, Таня и дети. Ур тоже, он не любитель ходить по музеям, по каким-то там, не знаю, там, выставкам. Ну, во-первых, ему даже многое непонятно. Вот, ну, для того, чтобы посетить какие-то выставки, какие-то достопримечательности, нужно обязательно брать гида. Иначе смысла никакого нет. Вы, ну, вы пришли, посмотрели дальше что, вы ничего не поняли, что там, ну, прочитали там название. Вот, это достаточно тяжело, поэтому нужно брать гида, чтобы он, экскурсовода, чтобы он рассказывал, показывал. Тогда это будет интересно, тогда это будет иметь смысл. А просто так бесцельно ходить по Красной площади и зайти там в ГУМ посмотреть на цены и что еще там, ну, в охотный ряд или по улицам ходить. Ну, я не знаю, для меня это, ну, бессмысленное. Ур тоже сказала, я не поеду. Таня говорит, я поеду с тремя детьми, потому что, потому что Демир с Керемом просто вынесли мозг всем, что они хотят в Россию. Я не знаю, как там, что еще Керем там, он вообще ничего не должен помнить. Последний раз, когда они были, были в России, это как раз, летом это было. И это было тогда, когда родилась Настя, то есть Керему было 3 года, а Демиру было 6. Ну, понятно, что Демир там что-то помнит, а вот Керем, для Керема мне тоже удивительно, что, ну, кстати, он там что-то вспоминает. Я говорю, да, действительно такое было. Ну, у него вспоминания о недостопримечательности, не о месте, а вот там о каком-то действии, там его, там, дядя Илья с ним там какие-то игры играл, вот там Влад чего-то. Ну, в общем, вот такое вот, не связанное особо с Россией, но происходили эти действия в России, поэтому он помнит Россию именно так. Для них вообще очень интересно, для них Россия, вот они, все Россия, а Анталия это отдельное государство. То есть это не, мы, я, Керема это, вот. Когда мы поедем в Турцию, я говорю, ты уже здесь, а он, нет, я в Анталии. Ну, вот такое вот у него еще было, сейчас уже нет. Вот, и последний раз они были, когда родилась Настя, то есть вот 3 года назад, потому что мы оттуда уехали, уехали, паспорт получили Насте через, примерно через месяц, как она родилась, ну, там чуть больше. Потому что мы уехали в середине июля, в начале июля. Вот. И дети-то не были там, да, а до этого они были зимой. Поэтому мне кажется, что они будут очень удивляться, что в России, кроме снега, есть еще и жара. Ну, вот, хотим-хотим. И Керем, Демир, Демир вообще прям, вот он очень, я хочу в Россию, я хочу, я хочу, я хочу. Не знаю, почему, с чем это связано, почему у него такие, ну, вот, такие желания возникают. Ну, они, да, ну, приятные, конечно, для слуха всем, что вот он там помнит, где он родился, что он тоже русский, наполовину, наполовину турок. И, ну, посмотрим, как у них там будут складываться дела, и я надеюсь, что поездка у них будет отличная. Вот. Когда Таня сказала, что я возьму туда на троих, я говорю, Таня, ты понимаешь, что ты, вот, ты полетела, и с тремя ты все, ты не выйдешь никуда. Ну, куда, как ты с Настей? Ну, вот как с ней? Она маленькая. Ей поесть, ей поспать, ей там туда, то в туалет, то еще что-то. Я говорю, она ничего там не поймет с этой поездки, вообще ровно ничего. Оставить ты ее там ни с кем не сможешь, то есть тебе все время придется ее, вы поехали в музей, значит, ее в музей. Вы поехали в цирк, который ей там нафиг не нужен, этот цирк, она там ничего не поймет толком. Ну, потому что продолжительные они достаточно представления. Я говорю, и что ты, что ты с ней будешь делать? Это будет испорченная поездка и тебе, и детям, и она вся на нерве. Оставить ее не с кем, значит, ее надо с собой все время брать. Вот. Мы живем не в самой Москве, мы живем в Подмосковье. В ближнем Подмосковье нам от нашего, ну, от поселка можно добраться двумя способами до Москвы, до центра. Это электричка, она идет порядка часа, приходит на Киевский вокзал, центр, считайте, Москвы. И либо же на общественном транспорте-то автобус у нас ходят по дороге, Киевская дорога, Киевская трасса, и до ближайшей станции метро ехать на автобусе 20 минут. Недолго, ну, недолго. Но до автобуса нужно дойти с тремя, вот это вот, которые там, хаотичное движение. Вот, сесть в этот автобус, Настя не сможет долго ходить, значит, надо брать коляску, куда-то эту коляску в этом автобусе загрузить, выгрузить. На метро, из метро, туда-сюда. Я говорю, это, ну, один раз ты съездишь, и говорю, и все, и ты сядешь и скажешь, ну, нафиг, я лучше буду вот тут вот сидеть, никуда не выезжая, вот только по поселку. Я говорю, а смысл тогда лететь в Россию, если ты будешь сидеть дома у брата? Ну, вот, зачем? С какой целью? Ты тут сиди, пожалуйста, себе. Ну, либо там ходить по поселку. Ну, короче говоря, еле уговорила, Муся, ну-ка давай отсюда. Вот это ее хвостик тут. Вот, короче, еле уговорила ее оставить Настю. Я говорю, оставляй, не бери ее. Ну, она говорит, ну, мам, так как бы тяжело, две недели там с ней, все такое. Вот, ну, не совсем две недели, потому что все-таки здесь будут сейчас байрамы, и УР будет посвободнее, ему не нужно будет ездить на работу, во всяком случае на работу ездить каждый день. Вот. Ну, не знаю, мы тоже тут, что мы тут будем делать две недели, я не знаю, если честно. На улицу не выйти, не погулять, потому что в ближайшую неделю 36, 37 и 40. Ну, вечером мы будем, конечно, выходить на улицу, но так-то вот особо не прогуляешься. Вот. Ну, ничего, я не боюсь трудностей. Не первый раз они уезжали, и все мне оставляли. Муся, что ты там делаешь? Оставляли всех детей. Муся решила поиграть здесь на столе, вот почему-то, не знаю, почему-то, вот хочется именно тут. С тремя я справлялась. Ну, на самом деле, с тремя мне оставаться даже легче, потому что они за Настей приглядывают, там, Демирчик и Керем, они там могут ее подсадить куда-то, подать чего-то, принести ей чего-то, если она там не может достать что-то. И на улицу я их могу, в основном, в СТ выпустить всех, втроем, и они тут вот во дворе играют, друг за другом присматривают, это все нормально. Вечером-то понятно, вечером проблем нет, вместе с ней вышла, с собакой прогулял. Дело в том, что с ним нужно ходить, вот в чем проблема. Это не вот не вышел, выпустил его, и он там побежал себе, свои дела-делы. С ним нужно ходить, он, господи, это муж тут ходит, он должен ходить, он должен тут понюхать, сюда посмотреть, там, ну, в общем, короче, он тут непросто, непросто с ним, вот. Придется, наверное, выходить рано-рано утром, пока она спит, и вот оставлять, я не знаю, там, какую-нибудь радионяню, включу айпад, чтобы и по фейстайму буду за ней смотреть. Ну, наверное, так, потому что, что делать? Вот я говорю, с утром, если вечером там и ур может, кстати, у него тоже эти курсы, ну, после курсов может зайти там, либо собаку прогулять, либо с Настей поиграть, ну, вот. То с утра, конечно, будут проблемы. Ну, ничего, я думаю, что я приноровлюсь, и, в общем-то, справлюсь с этими трудностями. Знаете, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Вот я думаю, что руками-то мы все и сделаем. Да, Жосик? Сидит там, уже понимает, что что-то не то, что-то не то. Вот. Насколько, значит, насколько они летят? Они летят почти на две недели. У них запланировано там посещение того всего пятого-десятого. Я думаю, что если вы будете смотреть его канал, вы увидите, какие у них планы. Я не буду их раскрывать. Никто мне на это полномочий не давал. Поэтому мы вчера посвятили много времени на то, чтобы Таня купила все необходимое для поездки, подарки, сувенирчики, какие-то вкусняшки. Ну и, соответственно, и я купила себе какую-то, какие-то продукты, чтобы как можно меньше выходить. Ну, хотя проблем в этом нет. Ну, сказала Уру, Урур привез. В общем, нету. Ну, вот сегодня мне хочется еще последний штрих сделать, докупить то, что мне точно понадобится. Вот, и мы их практически в заточении будем находиться две недели. Вот. Ну, не знаю. Тоже за них переживаю, потому что перелет достаточно тяжелый. Пять часов лететь. Летят они Ютейром. Я Ютейром летела последний раз, не помню, сколько лет назад. Из Москвы, из Внукова летели в Питер. Маленькие самолетики. Ну, на внутренних рейсах. Не знаю, какие аэрбасы, наверное, будут лететь отсюда. Не знаю, какой самолет. Вот. Ну, так, ничего особенного, критичного я не увидела. Почему бы выбрали Ютейр? Потому что по цене оказалось дешевле, чем у Победы. Мы все время с Победой летали. И с Победой летали, ну, по той, по той причине, что можно докупить необходимое количество багажа, сколько вам надо. Естественно, там с тремя детьми багажа нужно брать много, переодеться, переобуться на случай того, на случай сего. Плюс подарки и обратно, ну, тоже ж не с пустыми руками. Завоз колбасы в Турцию. Вот я, конечно, шучу. Но в любом случае, хорошо, когда багаж можно докупить. И у Ютейра тоже есть такая возможность. И по цене, кстати, даже лучше, чем у Победы. Но Ютейр, у Ютейра нет регулярных рейсов, как у Победы. Это у них чартеры. И поэтому не всегда они были, ну, не всегда есть. Вот сейчас они, видимо, с 1 июня открыли полетную программу, и появилось много билетов, появилось много рейсов. Это не может не радовать, поэтому цену у них вот такая для привлечения, ну, пассажиров. Вот. Посмотрим, как, что. Тоже у них там с говоритами изучали долго правила перевозки багажа. Всем рекомендую, прежде чем вы покупаете билет, или хотя бы перед тем, как вы регистрируетесь на рейс, изучите, пожалуйста, правила перевозки багажа ручной клади той или иной авиакомпании. Чтобы не тратить нервы в аэропорту, выясняя на то, почему вас не пускают на рейс или заставляют заплатить дополнительные деньги. Если действовать по правилам, которые, в общем-то, в открытом доступе, то проблем не будет ни с одной компанией. Поэтому, ну, вот, что называется, читайте, иначе сами едноваты. Что еще вам хочу сказать? Ну, не знаю, наверное, теперь, теперь, наверное, будет какое-то неприятное, неприятные угрозы. Вот вам, прям честно вам говорю, угрозы. Поскольку я буду тут две недели с Настей, то, хочу я этого или не хочу, Настя будет попадать в кадры моего видео. Я, конечно, постараюсь ограничивать в показе ее, но если она попадет в кадр, и будут опять какие-то дебильные комментарии, с советами, что делать с ребенком, каких врачей посещать, удивление женщин о том, что ребенок не разговаривает в три года, для меня вообще, если честно, удивительно. Я не понимаю, кто это может писать, только те, кто... Не хочу никого обидеть, но так могут писать только люди, которые, ну, наверное, у которых нет деток. Это прискорбно, потому что те, у которых дети есть, не могут не знать, что дети развиваются по-разному, по-разному. У меня трое детей, они по-разному развивались. Таня шустрее была, мальчишки нет. Таня была шустрее, но она там тянулась за ней ими командовала. Возможно, это какой-то тоже, ну, не знаю, на генетическом уровне, когда дети начинают разговаривать позже своих сверстников. У нас так было с Владом. Я не знаю, мы с ним ездили с мужем, мы летали где-то в июне или в сентябре, я уже не помню. Короче, ему было почти 4 года. Ну, 3,5 точно ему было. Летали с ним сюда, вот в каком-то году было. Это было в 14-м году, да, наверное, в 14-м. Вот, он не разговаривал. Вы послушайте сейчас, как он говорит. Он за пояс заткнет любого собеседника. У него правильная, грамотная речь с правильным выговариванием слугов. Кстати, выговариванием букв, звуков. Кстати сказать, я помню себя, я себя помню, у меня проблемы были с шипящими. Ш и Щ, вот Ч, Щ, вот это для меня было просто ужас. Я когда начинала выговаривать эти слова, это было там, не знаю, первый, второй класс. Я прежде чем сказать это слово, там, чайник, я долго вспоминала, как выглядит эта буква и правильно произнести звук. Видимо, это какое-то вот, ну, врожденное. У Керем, кстати, тоже с шипящими у него проблема. А у Дмира нет. У Влада тоже нет. Заговорит, вот понимаете, заговорит. Рано или поздно ребенок заговорит. Какие-то новоявленные там, ну, эти педагоги, лингвисты, логопеды, срочно к врачу, срочно к неврологу, срочно туда, срочно сюда. Успокойтесь, пожалуйста, все. Родители знают, что они делают. Если вы думаете, что не обращались к специалистам, то зря вы так думаете. Все как один говорят, что нормальное развитие. Ровно это же писали про Керема. Керем у вас не разговаривает. Ровно это же писали про Демира. В Демир у вас не разговаривает. Прошло время, они говорят на двух языках. На двух. И Настя заговорит на двух. У Влада был один язык, русский. Поздно заговорил, заговорит. Илья у меня поздно заговорил. Денис станет пораньше. Ну, заговорят они. Потому что все, что вы пишете там про какие-то заболевания, эти заболевания, они выявляются на ранних стадиях. Значит, там такие диагнозы ставят, что что-то не повреждение мозга. Это те, кто пишет повреждение мозга. Вот. Потому что она-то говорить научится. Рано или поздно она будет говорить. А вот если мозга нет, то прирастить его уже невозможно. Это я о тех комментаторах, которые пишут вот эти вот глупости. Причем, ну, не знаю, не хотел на эту тему говорить. Ну, ладно, уже скажу, выскажу, чтобы это у меня не висело. Причем таких людей мало. Вот, понимаете, мало. И мне очень неприятно, что эти люди, их маленькое, небольшое количество, ну, недалекие, злые. Я не знаю, как это объяснить. Но они выливают столько яда, что его хватает на всех вас. На адекватных, нормальных, понимающих людей. Я удивлена, я удивлена. Почему какая-то горска каких-то, не, в Минько, травит нам жизнь. Поэтому, подходим к результативной части. Поэтому одно слово о том, что Настя там не слышит, не видит, не говорит, в бан. Вот в бан. Я не буду больше терпеть. И так как-то стараюсь там лояльно, думаю, ну, может, человек там не понимает, что, может, впервые на канале, может, не понимает, что Настя там слышит два языка одновременно. Она там часть слов говорит на турецком, она говорит, она говорит, она мало говорит, но она говорит. И часть слов на турецком, часть слов на русском. Она предложение складывает из русских и турецких слов, поэтому ее тяжело понять. Кажется, что она что-то там лепечет. Она, на самом деле, она не лепет, что она по-своему говорит эти турецкие русские слова, вот, и, господи, что ж я хотела сказать, поэтому, ну, все в сад, вот прям все в сад, не буду объяснять людям, что билинговые, не билинговые, что позже развиваются, что дети разные, если человек нормальный, он понимает, что каждый ребенок индивидуален, они не могут все там под гребенку, как она там не писала, помню, до сих пор вспоминаю, ваши дети, они не приучены есть вилкой и ложкой, мои внуки, моих внуков дочка приучала держать вилку, нож и вилку там с полугода, я вообще, если честно говоря, меня вообще интересует вопрос, есть ли у этой женщины вообще внуки, потому что полгода ребенку вилкой нож, что, серьезно, вот, я бы ни того, ни другого не доверила, в лучшем случае ложку, которую он держать не сможется, ну, в общем, не знаю, ладно, короче говоря, все специалисты, специалисты, все логопеды, все диетологи, все на правильном питании, все детей по врачам таскают, кстати, какая-то дама, значит, написала, что, а вот мой внук, ну, видимо, так, мне такую пилюлю подсластить, а вот наш внук в полтора года еще не говорит, мы его, значит, уже водили специалистом, психологом, неврологом, и вот должны делать какую-то там, ну, короче, какую-то, какую-то процедуру по выяснению мозг, работает у ребенка, нет, бедный ребенок, ну, вот, правда, вот, бедный ребенок и сумасшедшие родители, вот, все, на этом я закругляюсь, это очень длинное видео получилось, извините, если я кого-то обидела, ну, это моя позиция, это мой канал, это мое решение, и я за свои решения буду отвечать сама, не надо мне читать морали, вот, у вас есть кем заняться, кроме меня, ладно, все, 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 переходим к хорошим новостям, а хорошая новость одна, я хочу с вами попрощаться, потому что мы увидимся с вами в следующем видео, и всем пока-пока!